Математики Для того, чтобы решить следующее задание, вам нужно вспомнить, что же такое умножение. Верно, сложение одинаковых слагаемых. А как называются числа при умножении? Правильно, первый множитель, второй множитель – произведение. С каким действием связано действие умножения? Верно, действие умножения связано с действием деления. Как называются числа при делении? Правильно, число при делении называется делимое, делитель, частное. Как найти неизвестный множитель? Вспомнили? Правильно, нужно произведение разделить на известный множитель. А сколько примеров можно составить на деление по примеру на умножение? Правильно, 2. А сейчас я предлагаю вам решить задание номер 1 на странице 88. Прочитайте, пожалуйста, задание. Вычисли произведение и, используя его, составь частное и выполни вычисление. Итак, нам нужно знать, что такое частное и что такое произведение. Итак, начинаем разбирать первое произведение. 2 умножить на 3 получается 6. Вспомнили, сколько примеров мы можем составить на деление по примеру на умножение? Верно, 2. Составляем. 6 разделить на 3 получится 2 и 6 разделить на 2 получается 3. Считаем дальше. 6 умножить на 2 получается 12. Составляем примеры на деление. 12 разделить на 2 получается 6 и 12 разделить на 6 получается 2. 2. А сейчас прочитайте следующее задание. Вычисли частное и, используя его, составь произведение и выполни вычисление. Итак, находим значение первого примера. 16 разделить на 8 получается 2. 2. А теперь подумайте, какое можно составить произведение по этому примеру. 2. Правильно. 2 умножить на 8 получается 16. А используя знание переместительного свойства умножения, мы можем составить еще один пример на умножение. Это 8 умножить на 2 получается 16. 14 разделить на 14. Работаем со вторым примером. Находим частное. 14 разделить на 2 получается 7. Составляем произведение. 2 умножить на 7 получается 14. По правилу перестановки множителей составляем 2. Первое произведение. 7 умножить на 2 получается 14. Оставшиеся примеры из этого номера я предлагаю вам решить самостоятельно в домашнем задании. А сейчас переходим к выполнению задания номер 2 на странице 88. Прочитайте первую задачу. Зимние каникулы длились 14 дней. Сколько это недель? Скажите, сколько дней в одной неделе? Верно. В одной неделе 7 дней. Значит, нам нужно 14 разделить на 7 и получится 2. Значит, 14 дней составляют 2 недели. Решаем следующую задачу. Папа был в командировке 2 недели. Сколько дней был папа в командировке? Итак, мы уже с вами вспомнили, что в одной неделе 7 дней. А так как папа был в командировке 2 недели, значит, вы уже догадались, каким действием мы будем решать эту задачу. Верно. Мы будем умножать 7 на 2. 7 умножить на 2 получится 14. Итак, папа в командировке был 14 дней. А теперь мы решаем задачу номер 5 на странице 88. Прочитайте эту задачу. Для ремонта квартиры купили 17 рулонов обоев, белые, зеленые и желтые. В зеленых обоев было 4 рулона, белых 5 рулонов. Сколько было рулонов желтых обоев? Итак, скажите, пожалуйста, что известно в задаче? Правильно. В задаче нам известно, что купили 17 рулонов обоев. Эти обои были трех видов. Какие были обои? Верно. Обои были зеленые, обои были белые и желтые. Сколько было рулонов зеленых обоев? 4. А белых 5 рулонов. Давайте составим с вами краткую запись. Итак, скажите, пожалуйста, что спрашивается в задаче? В задаче спрашивается, сколько рулонов желтых обоев купили для ремонта? Скажите, ребята, а можно сразу ответить на главный вопрос задачи? Нет. А почему? Потому что нам известно общее количество всех обоев 17 рулонов, но не знаем, сколько белых и зеленых вместе. А для этого в начале мы узнаем, сколько всего было рулонов белых и зеленых обоев вместе. Итак, для этого мы складываем 5 и 4. Получается 9 рулонов белых и зеленых обоев. Теперь, зная общее количество 17 и сумму белых и зеленых 9, мы можем найти, сколько рулонов желтых обоев было. Для этого во втором действии мы от 17 отнимем 9, получится 8. Итак, 8 желтых рулонов было куплено для ремонта квартиры. Скажите, ребята, а кто-то из вас может знает, как решить другим способом задачу? Давайте проверим. Второй способ решения этой задачи. От общего количества всех обоев мы отнимаем количество белых, а затем количество зеленых. И получается 8 рулонов. Это второй способ решения. А существует еще и третий способ. Давайте посмотрим. От общего количества обоев мы отнимаем количество зеленых 4 и затем отнимаем количество белых 5. И у нас получается тот же самый ответ 8. Так что значит, ребята, решить задачу разными способами? Верно. Это значит решить по-разному, выбрать разный ход действия, но ответ у вас должен получиться одинаковый. А сейчас давайте с вами вспомним, как решаются уравнения. Решим уравнения из номера 6 на странице 88. 16 плюс х равно 16. Как называются числа при сложении? Вспомнили? Верно. Первая слагаемая, вторая слагаемая, сумма. Что нам неизвестно в этом уравнении? Правильно. Нам неизвестно второе слагаемое. А как найти второе слагаемое? Нужно от суммы отнять первое слагаемое. Записываем решение уравнения. Х равен 16 минус 16. Х равен 0. Делаем проверку. 16 плюс 0 получается 16. 16 равно 16. Решаем второе уравнение. Х минус 35 равно 0. Как называются числа при вычитании? Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Как найдем неизвестное уменьшаемое? Нужно к разности прибавить вычитаемое. Или к вычитаемому прибавить разность. Итак, записываем решение. Х равен 35 плюс 0. Х равен 35. Делаем проверку. 35 минус 35 равно 0. 0 равно 0. Итак, ребята. Мы выполнили много различных сегодня заданий. Решили уравнения. Составляли различные способы решения задач и примеров. Я предлагаю вам выполнить домашнее задание на странице 88 номер 1. Вы помните, что вам нужно решить оставшиеся примеры. А также на странице 89 номер 14, где вам нужно составить обратные задачи. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами будем представлять себя туристами. А вы знаете, кто такие туристы? Туристы – это люди, которые любят путешествовать. Вот мы сегодня с вами отправимся в путешествие по нашей земной поверхности. Когда люди путешествовали, они увидели, что поверхность земли не одинаковая. Есть ровные, есть впадины, есть и горы. Только лишь поэтому мы с вами стали изучать земную поверхность. Одни участки земли на карте обозначены зеленым цветом, а другие – коричневым. Это зависит от того, какая форма земной поверхности изображена на карте. Посмотрите, пожалуйста. Здесь видно, что она зеленая. Это равнины. А там, где вы видите коричневый цвет – это горы. Они на карте обозначаются коричневым цветом. Сегодня мы с вами изучим много нового. Мы узнаем основные формы земной поверхности. Узнаем, что такое равнины, какие они бывают. Что такое гора, что такое горные хребты, холм и гора. Узнаем их сходства и различия. Основные формы земной поверхности – это горы и равнины. Равнина – это ровный участок земли, занимающий большую площадь и имеющий небольшие различия по высоте. Равнины, в свою очередь, бывают плоские и холмистые. На физической карте России у нас тоже есть равнины. Посмотрите, восточноевропейская равнина и западносибирская равнина. Холм – это возвышение на равнинах. Отгадайте загадку. От дождей текущих вод он растет из года в год. Он – полей равнинных враг, а зовут его овраг. Овраг – это углубление в земле с крутыми склонами. Овраги очень вредны. Овраги приносят вред для почвы. Разрушается верхний плодородный слой почвы. И люди всячески борются с оврагами. Способы борьбы – это высаживать деревья по склонам оврага. Тогда почва не так разрушается. Корни растений не дают разрушиться почве. Ну, конечно, чудо это. Вот уже который век, даже с самым жарким летом, на ее вершинах – снег. Вы, наверное, догадались, ребята, что это горы. Горы – это очень неровные участки земной поверхности. Бывают горы разные. Есть горы одиночные, а есть горные хребты. Это когда несколько гор имеют определенную протяженность. Встала группа гор в цепочку. Есть для перевалов точки. И конца цепочки нет. Это тянется хребет. Если холм и гора возвышаются над земной поверхностью, можно сделать выводы, что это одно и то же. Холм и гора имеют одинаковые части. Подошва. Подошва по-другому называется подножье. Это место, где начинается гора или холм. Вершина – это самая высокая часть холма или горы. Склоны – это та часть горы или холма, которая располагается между подошвой и вершиной. Склоны бывают крутые или пологие. Чем же отличается холм и гора? Высота холма – до 200 метров. А высота более 200 метров – это уже гора. В горах есть выходы скальных пород, на которых ничего не растет. А холмы всегда покрыты растительностью. Самая высокая гора – это Эверест. Высота ее – 8 848 метров. Самая высокая гора в России – это Эльбрус. Ее высота – 5 642 метра. Самая высокая гора на Камчатке – это Ключевской вулкан. Высота его – 4850 метров. Вообще, Камчатка – это страна гор. Более половины территории полуострова занято горами. Срединный хребет, восточный хребет, практически вся часть покрыта горами. Посмотрите внимательно на физическую карту России. Вот у нас находятся наши равнины. Вот у нас горы – Кавказские, Уральские. Уральские гор – это горная система между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина их более 2000 километров, а ширина от 40 до 150 километров. Посмотрите на Уральские горы на карте. Вот у нас Уральские горы. У нас на Крымском полуострове есть тоже горы. Находятся они на самом юге Крымского полуострова. Длина Крымских гор около 160 километров. Ширина – около 50 километров. Самая наивысшая точка горы – это гора Роман-Кош. Ее высота – 1545 метров. В форме земной поверхности бывают горы и равнины. Горы, в свою очередь, бывают одиночные и горные хребты. Равнины же делятся на плоские и холмистые. И у одних, и у других присутствуют овраги. Пускай в вашей жизни вы побываете на всех горах, каких захотите, и покорите все вершины, которые вы задумаете. И на какой бы высоте вы ни оказались, оставайтесь всегда людьми – добрыми, веселыми, честными и увлекательными. Наш урок окончен. Спасибо большое! Субтитры подогнал «Симон»!